Все религии духовного характера в сознании, именуемом Богом. Богу дозволено делать то, что запрещено человеку, как, например, бивать людей, творить чудеса ради удовлетворения своих собственных потребностей и управлять целым миром, не неся за это никакой видимой ответственности и так далее. И тому подобное. Если человеку нужен такой Бог, и он признает его, значит, он поклоняется творению рук человеческих, то есть он поклоняется человеку, создавшему Бога. Не является ли более осмысленным поклонение тому Богу, которого он сам создал в соответствии с собственными эмоциональными потребностями? Тому, кто наилучшим образом представляет его целиком и полностью, его плотское существо, имеющее навязчивую идею первым делом изобрести себе Бога? Если человек настаивает на обособлении своей скрытой сущностью в виде Бога, то зачем бояться своего истинного «я»? Боясь Бога, зачем обращаться к самому себе, обращаясь к Богу, зачем обособляться от Бога, для того, чтобы отправлять ритуалы и религиозные церемонии в свое имя? Человек нуждается в ритуале и догме, но ничто не указывает на то, что обособленный Бог необходим, дабы исполнять ритуалы и церемонии в честь Бога. Не может ли статься так, что, сокращая расстояние между собой и своим Богом, человек видит выползающего на свет демона гордыни, само олицетворение Люцифера? Он более не может рассматривать себя в двух частях, плотской и духовной, а видит, как они сливаются в одно целое, и затем, к своему великому ужасу, что эти две части есть плотские и были таковыми всегда, затем он либо начинает ненавидеть себя до самой своей смерти день за днем, или отрицает, кто он есть на самом деле. Возненавидев себя, человек выискивает все новые и все более сложные духовные пути просвещения в надежде, что сможет вновь разделить себя в поисках более сильных и более удаленных богов, которые смогут покарать его бедную страдальческую сущность. Если же он принимает себя, но осознает, что ритуал и церемония есть очень важные способы, которые изобретены человеком, и религии используют для поддержания веры во лжи, то ему становится ясно, что та же форма ритуала поддержит его веру в правде, примитивное великолепие, придающее сознанию собственной царственной сущности дополнительный смысл. Когда религиозная вера во лжи убывает, это означает, что человек стал ближе к себе и дальше от Бога, ближе к дьяволу. Если это то, что представляет собой дьявол, и человек проживает свою жизнь в храме дьявола, и сухожилия сатаны двигают его плотью, тогда он либо сбегает от кудахтанья и придирок праведников, либо гордо встает в тайных местах и манипулирует одержимыми недомыслием массами через свою сатанинскую силу в ожидании того дня, когда он выйдет из тени, провозглашая, «Я сатанист, преклонитесь же, ибо я есть высочайшее воплощение человеческой жизни». «Я сатанист, преклонитесь же, ибо я сатанист, преклонитесь же, ибо я сатанист, преклонитесь же,